Дорогие друзья, здравствуйте! Моё сегодняшнее высказывание будет посвящено роману Достоевского «Подорог». И название, которое я предложила для этого высказывания, оно выглядит на первый взгляд крайне странным. Моё высказывание называется «Игрок. Первый-шестой роман великого пятикнижия Фёдора Михайловича Достоевского». Ну, всем нам понятно, даже мне, что «Великое пятикнижие» Достоевского – это вот пять его романов. И если мы говорим хронологически, это «Преступление и наказание», «Идиоты», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». И мы с вами прекрасно знаем, что само название «Великое пятикнижие» возникло, опираясь на Библию, на библейские книги. Это связано с религиозно-философскими основаниями мышления Достоевского в том числе. Но кроме этого, я думаю, многие из нас знают, что само понятие «Великого пятикнижия» фиксирует совершенно особую особенность художественного мышления и художественного творчества, и реализации художественного творчества Достоевского. А именно. Ну, я немножко сейчас, конечно, утрирую, да, но по сути. По сути, Достоевский писал вот в этих своих великих романах, создавал некий единый текст. Некий единый текст «Великое пятикнижие» – это название, которое фиксирует в том числе вот некое внутреннее, глубинное, сущностное единство вот пяти великих романов Достоевского. В этом смысле блестящим доказательством этого является противопоставление Достоевского и Толстого. Три великих романа Толстого – «Анна Каренина», «Война и мир» и «Воскресенье», каждый роман о другом, каждый роман, он о другой эпохе, о другой проблеме и так далее. В этом смысле «Великое пятикнижие» Достоевского – совершенно другая история. Ну и вот в том числе, вот я говорю даже о своем опыте исследователя Достоевского, когда ты занимаешься черновыми материалами одного романа и с огромным удивлением в этих черновых материалах одного романа обнаруживаешь черновые подготовки к другому и к следующему и так далее. То есть действительно Достоевский, при том, что, конечно, это пять разных романов, Достоевский писал некий вот, ну я не хочу сказать, единый текст, но это единое некое размышление великого писателя и великого русского мыслителя. Вот. И вот если мы смотрим на «Великое пятикнижие» таким образом, то мы, вот и это моя позиция уже, то мы просто обязаны вот в этом некоем тексте, который Достоевский начинает создавать с середины 60-х годов, мы просто обязаны учитывать и роман «Игрок». Это роман «Игрок», который теснейшим образом связан с вот этим текстом великого пятикнижия. И да, сейчас я позже буду говорить о тематических связях, но тематические связи – это уже, ну, такой второй, может быть, момент. А первый важнейший момент – это момент, связанный с уникальной совершенно историей создания романа «Игрок». Она достаточно известна, но позвольте мне ее немножечко напомнить. Она достаточно известна, и она известна именно в силу своей уникальности. Имеется в виду следующее, что после смерти брата Михаила Михайловича, после достаточно драматичного завершения существования журнала «Эпоха», общего журнала двух братьев Достоевских Михаила и Федора, в 64-м, в 65-м годах Достоевский оказался в ситуации крайне затруднительной с материальной точки зрения. В первую очередь это были кредиторы, это были долги, связанные как раз с журналом «Эпоха», это были обязательства, связанные с семьей Михаила Михайловича и так далее. И вот в этих очень непростых материальных обстоятельствах 65-го года Достоевский, как известно, заключает контракт на издание своего собрания сочинений со Стеллновским, которого он в письмах называет спекулянтом и довольно плохим человеком. Контракт был достаточно традиционным во всем, кроме одного пункта. И вот эта позиция договора со Стеллновским состояла в следующем. Стеллновскому нужно было для успешности публикации, собрания сочинений Достоевского. Ему нужны были не только те произведения Достоевского, которые были уже опубликованы, но ему нужно было новое произведение Достоевского. И вот специальная статья контракта была посвящена этому новому произведению Достоевского. И условия этой статьи были следующими. Достоевский должен был до 1 ноября 66-го года предоставить Стеллновскому новые произведения, новый роман. А вот если Достоевский этого не сделает, то Стеллновский приобретает полные права на все произведения Достоевского на последующие 9 лет. Он приобретает полные права, полные права ими владеть, распоряжаться по-своему и так далее. Конечно, эта статья носила для Достоевского совершенно кабальный характер по сути, но Достоевский на это пошел, прежде всего, исходя, повторяюсь, из своих очень непростых материальных обстоятельств. И таким образом, 1 ноября 66-го года Достоевский, чтобы не стать вот таким заложником Стеллновского, чтобы не стать таким заложником вот этого договора, он должен был предоставить новое произведение. При этом, в том же 65-м году, когда этот договор заключается, в 66-м году Достоевский пишет другое произведение. Он этим процессом крайне подушевлен. Он весь посвящает себя этому процессу. И он пишет произведение, которое станет романом «Преступление и наказание». Он настолько погружен в процесс создания этого произведения, он интуитивно понимает, что это произведение сделает ему имя, что и произошло. Что, конечно, о договоре с Стелловским он помнит, но к произведению новому, вот этому самому, которое должно быть отдано Стелловскому, он не обращается, пока не наступает просто последний момент. Повторяю, он должен был отдать, и отдаст, что для вас радостно, он должен был отдать это произведение Стелловскому 1 ноября 66-го года. И к созданию этого произведения он приступает только в начале октября 66-го года, когда уже отступать совершенно некуда. И вот эта знаменитая история о том, что роман «Игрок» был написан за 26 дней с 4 по 29 октября 66-го года. И 1 ноября официально текст был предоставлен Стелловскому. Ну, там было немножко сложнее. Стелловский, похоже, прятался от Достоевского. Но, в общем, совершенно официальными путями Достоевский все-таки предоставил вот эту деловую рукопись игрока Стелловскому. И история с этим, с этой статьей договора была закрыта. Каким образом Достоевскому удалось за 26 дней написать роман? Ну, тут много ответов на этот вопрос, конечно. Но есть ответ самый очевидный. Следующий. Когда Достоевский со своим окружением, с людьми, которыми он близки обсуждал эту ситуацию, то ему посоветовали следующее. Ему было посоветовано обратиться к стенографистам. К стенографистам, которые бы с ним работали, которые бы за ним записывали роман и таким образом записывали текст романа. И таким образом сам технический процесс не создания, но записывания текста упростился бы и, самое главное, был бы более быстрым. Достоевский прислужился к этой рекомендации. И также ему порекомендовали обратиться к организаторам и к выпускникам стенографических курсов в Фетербурге. Таким образом, ему была порекомендована одна из выпускниц стенографических курсов, юная Анна Григорьевна Сниткина. Она была ему порекомендована. Достоевский согласился с этой рекомендацией. И Анна Григорьевна Сниткина стала тем стенографом, который и помог Достоевскому создать вот этот вот текст романа в такой короткий срок. И, конечно, работа Достоевского с Анной Григорьевной над игроком заслуживает вот просто специального разговора. Это тоже такой очень серьезный и многоаспектный вопрос. Но тут бы я хотела остановиться на двух моментах. На разных, надо сказать. Момент первый. Мы все с вами помним и знаем концепцию создателем которой является великий французский постструктуралист XX века Жак Дорида, который свою концепцию, ну, как он ее называл, программу деконструкции основывает на принципиальной оппозиции текста устного и текста письменного. Он выстраивает свою программу на принципиальном противопоставлении с одной стороны речи, голоса, звука, и с другой стороны письма, буквы, графики и так далее. Так вот, зачем я сейчас об этом вспомнила? Я вспомнила об этом для того, чтобы сказать, что, безусловно, принимая и высоко оценивая учение великого французского мыслителя XX века, мы должны констатировать, что вот в частности, в частности, процесс работы Достоевского над игроком является определенным противоречием вот этой концепции французского мыслителя. Что имеется в виду? Имеется в виду то, как был организован процесс создания романа «Игрок». В общем и целом он был организован следующим образом. Если мы смотрим на него с точки зрения письма и голоса. Он был организован следующим образом. Достоевский готовился к встрече с Анной Григорьевной и заранее составлял какие-то записки, какие-то письменные подготовительные материалы. Затем на основании вот этих своих предварительных письменных текстов Достоевский надиктовывал Анне Григорьевне фрагменты текста романа, которые она стенографировала, затем расшифровывала, а затем Достоевский окончательно редактировал вот эту расшифровку, которую предоставляла ему Анна Григорьевна. Именно вот за счет этой технологии роман и был написан за 26 дней. Но согласитесь, сам этот процесс – это в том числе вот такой принципиальный синтез. Принципиальный синтез голоса, голоса писателя, который устно надиктовывает роман, и письменного текста, который он предварительно составляет, который ему предоставляет стенограф и который он в конечном счете редактирует. И можно предположить, что вот знаменитая, классическая теперь концепция Михаила Михайловича Бахтина о полифонии романа Достоевского, она может быть связана в том числе, вот в том числе, естественно, вот самой этой технологией работы Достоевского над своими текстами, на вот этом особом сочетании письменного и устного, или наоборот устного и письменного. Но известно, что Анна Григорьевна затем будет помогать, как стенограф Достоевскому в создании его романов «Пятикнижие». Это первый момент, который бы я хотела специально обсудить вот в связи с самой технологией работы над романом «Игрок». Второй момент, но это уже не технология, это уже чувство. Достоевский, когда он диктует Анне Григорьевне текста «Грока», он потерял свою первую жену. Вот этот 64-й год, роковой для Фёдора Михайловича Достоевского, когда он одновременно теряет и брата, и первую жену Марью Дмитриевну. И в 65-66 годы Достоевский находится вот в таком очень сложном положении. То есть даже теперь я уже не говорю там материальное положение, а действительно ситуация одиночества. Ситуация такого человеческого одиночества, экзистенциального одиночества. И вот процесс работы над игроком стал в том числе процессом знакомства, очень медленного, очень такого неторопливого знакомства вот с этой юной девушкой, с Анной Григорьевной Сниккиной, которая проявила себя как очень надёжный человек, как очень ответственный человек, как просто юная, очаровательная молодая женщина. И ещё одним результатом, как известно, ещё одним результатом создания игрока стало не только выполнение пункта договора с Осталовским, но то, что после окончания этого романа, после окончания этого текста, Достоевский делает предложение Анне Григорьевне, он обращается к её близким, просит её руки и сердца, и Анна Григорьевна, её близкие отвечают согласием, и в начале 1967 года Анна Григорьевна и Фёдор Михайлович Достоевский ей чаются. И это станет вторым и совершенно изумительным браком Фёдора Михайловича Достоевского. Анна Григорьевна на всю жизнь станет ему крепкой опорой, помощницей. И именно во втором браке Достоевский реализует тот идеал, тот идеал семьи, о котором он говорил в связи с семьёй своих родителей. Это было благочестивое семейство, говорил Достоевский о своём детстве, о своей семье в детстве. И именно благочестивое семейство, этот идеал и будет реализован Достоевским и Анной Григорьевной Достоевской. То есть вот такой ещё совершенно другой результат создания романа «Игрок». Следующий момент. Следующий момент состоит вот в чём. Вот возвращаюсь ещё раз к названию этого моего высказывания. «Игрок» первый и шестой роман Великого Пятикнижия Достоевского. И напоминаю то, о чём я уже говорила. Достоевский на протяжении 65-го и 66-го года интенсивно работает над преступлением и наказанием. И только в начале октября 66-го года, вот по указанным выше причинам, он вынужден остановиться в создании преступления и наказания и обратиться к написанию игрока. При этом отдельный очень интересный вопрос – это место текста игрока в тексте преступления и наказания. Потому что, я повторяю, Великое Пятикнижие – это некий единый текст, который пишет Достоевский. Осознанно отчасти, отчасти неосознанно. И вот если в этом смысле мы посмотрим на соотношение текста преступления и наказания игрока, то мы увидим следующее. Достоевский заканчивает пятую часть преступления и наказания. Пишет игрока. И после окончания игрока он пишет последнюю, шестую часть преступления и наказания и эпилог. Преступление и наказание он сейчас в канонической редакции состоит из шести частей и эпилога. При первой журнальной публикации в «Русском вестнике» 1966 года деление на части формально было иным, но по сути это было то же самое. Итак, вот если мы посмотрим на саму ситуацию 26 дней, когда Достоевский пишет в течение двух лет преступления и наказания, затем 26 дней он пишет игрок и снова возвращается к преступлению и наказанию, то, я повторяю, возможно такая интерпретация, возможно такой, ну, хотя бы взгляд на игрока, как некий текст между пятой и шестой частями преступления и наказания. Если мы так посмотрим на роман «Игрок», то что мы увидим? Мы увидим следующее. Роман «Игрок» завершается размышлениями Алексея Ивановича о том, что с одной стороны он говорит о себе «Я пропащий человек», а с другой стороны он размышляет здесь же о себе, что «Но ведь мое воскресенье возможно». Вот позиция главного героя, игрока Алексея Ивановича в финале романа. «Я пропащий человек, но воскресенье возможно». И, собственно говоря, в общей концепции преступления и наказания шестая часть и эпилог об этом же. Шестая часть эпилог этого и эпилог. Это, во-первых, шестая часть. Это крайне острая, обострившаяся до последних пределов представления, ощущения Раскольникова о своей падшести, хотя он это и не дает себе возможности признать. И эпилог, который, как известно, происходит в Сибири, на каторге. Эпилог и финал романа связан с возможностью, с принципиальным для Достоевского, возможностью и потенциалом воскресения Достоевского. Раскольникова, простите. Так мы понимаем, что в сущности глубинно преступление и наказание и игрока объединяет то, что, опять-таки, глубинно определяет все Пятикнижие Достоевского. И все Пятикнижие Достоевского, вот при всех, при всем многообразии его смыслов, все Пятикнижие Достоевского в конечном счете объединяет не только и не столько даже проблема современного русского человека и связанного с ним там религиозные, философские, экзистенциальные там и так далее проблемы. В сущности, если мы попытаемся уточнить позицию Достоевского, то его глубинной проблемой от преступления и наказания и до братьев Карамазова является проблема современного молодого поколения. Современного ему молодого поколения. Не случайно так важна в его творчестве и в его Пятикнижии Проблематика случайного семейства. А что такое Проблематика случайного семейства? Проблематика случайного семейства, само понятие случайного семейства, сформулированное, как мы помним, в финале, в заключении к роману «Подросток». Что такое Проблематика случайного семейства? Да, во-первых, это проблематика семьи, в которой не все люди связаны собственно и истинно родственными связями, но это такой первый формальный момент. А второй сущностный момент, который и волновал Достоевского, проблематика случайного семейства, это проблематика отказа современных отцов, отказа современного старшего поколения от ответственности. Это проблематика семьи Мармеладова, преступления, наказания. И это проблематика, которая проходит через всех этих книжей. И это проблематика братьев Карамазовых, Федор Павлович Карамазов, который настолько отказывается от ответственности за свою семью, за своих детей, что это ведет к отце убийства. И вот на этой фоне размышления о современном старшем поколении, надо сказать в скобках, о своем собственном поколении, поэтому тема благочестивого семейства и своей собственной ответственности для Достоевского была так важна. И так размышляя над отцами, над старшими поколениями, Достоевский приходит для себя к выводу о том, что опираться в современном мире, ну хотя бы как-то надеяться в современном мире, можно только на молодое поколение. И вот, повторюсь, проблематика молодого поколения, их судеб, их выборов, это такая глубинная проблематика Великого Пятикнижия, но это и проблематика и у игрока. Главный, он же заглавный, то есть вынесенный в заглавие, герой романа Алексей Иванович Грок. И в игроке мы видим целый ряд тем, совершенно очевидно видим, целый ряд тем, которые будут затем постоянно повторяться в Великом Пятикнижии. Прежде всего, это та же самая тема случайного семейства, это семья, конечно, генерала. И это генерал, который, ну вот, просто классический в чем-то, отец случайного семейства, отказывающийся от какой бы то ни было ответственности. Ну, безусловно, это проблематика роковых страстей, роковой любви в первую очередь. И совершенно очевидно, что Полина, игрока, это самая непосредственная предшественница Астасии Филипповны, самой роковой героини Достоевского Астасии Филипповны в «Идиоте». Можно говорить еще о целом ряде параллелей, и это можно делать достаточно долго. Но я, наверное, остановлюсь только на двух позициях, еще на двух позициях. Первая позиция – это сама ситуация игры. И мы должны отчетливо понимать, что категория игры в романе «Игрок» – это очень сложная категория. И сложность этой категории мне легче всего передать, используя англоязычные аналоги этого существительного. И это не только и не столько плей игра, сколько гейминг. Игра в игроке – это игра по определенным правилам. Игра, которая сложно сочетает в себе. И вот эта составляющая страсти и составляющая выгоды. В суть Алексея Ивановича как игрока – вот это бесконечное мерцание между страстью к игре, поглощенностью игрой, безусловно, а с другой стороны – стремлением к выгоде, стремлением к деньгам. И вот это сочетание, к чему я это, собственно, говорю, вот это сочетание страсти и выгоды, страсти и денег, и вот тех сложных выборов, которые делает современный человек, или делает, или не делает современный человек, между этими двумя позициями – это одна из ведущих тем всего Великого Петербурга Достоевского. На самом очевидном уровне герой романа «Подросток» Аркадий Долгорукий просто декларирует то, что его идеалом является Ротшильд. Ротшильд и Аркадий Долгорукий, да, безусловно, очень по-детски, очень наивно входит в роман как герой-идеолог денег, выгоды и так далее, и затем это все у него разрушается в описании Достоевского. Но, повторяю, все эти герои Достоевского, которые мечутся между выгодой, между чувствами, это описание Достоевского действительно экзистенциальный выбор, экзистенциальный выбор, ну, что в том числе и делает Достоевского актуальным до сих пор. Это вот один момент, о котором я хотела сказать, и второй момент, это связан, он связан, собственно, с фигурой Алексея Ивановича. У Достоевского есть такая особенность определенного пристрастия к некоторым именам. То есть через великое пятикнижие проходят персонажи, ну, не очень разные, разные персонажи, наделенные одними и теми же именами или какими-то сходными фамилиями. Софья. Софья Мармеладова. Софья в «Бесах». Софья в «Подростки». Софья в «Братьях Карамазов». Герои разных романов с так называемыми, как это сейчас принято в науке о Достоевском, птичьими фамилиями. Птицын, Лебедев, Лебяткин и так далее, и так далее. И вот обращает на себя внимание то, что роман «Игрок», имя главного героя романа «Игрок» Алексей, Алексей Иванович. И почему можно говорить об этом романе как о первом, условно, конечно, романе «Великого пятикнижия», потому что именно «Игрок» был первым законченным текстом вот в круге этих текстов. Да, он создавался в контексте преступления и наказания, но «Игрок» был закончен 1 ноября, преступление и наказание будет закончено позже. Хотя в том же 66-м году. Итак, вот первый герой, главный герой первого законченного в этих контекстах романа Достоевского «Игрок» носит имя Алексей. И герой последнего замысла Достоевского, который называл вся замысел «Житие великого грешника», замысел до конца нереализованный. «Житие великого грешника» должно было состоять из трех книг. И мы знаем только первую книгу из этого замысла. Это «Братья Карамазовы». Замысел не был реализован просто по смерти Кадра Михайловича в начале 81-го года. Но главным героем «Жития великого грешника» должен был стать Алексей Федорович Карамазов. Итак, вот путь, который проделал вот тот самый молодой герой, о котором я говорила выше, тот самый молодой герой Достоевского. Путь от Алексея Ивановича «Игрока» к Алексею Федоровичу Карамазову в «Братьях Карамазовых», к Алёше Карамазову в «Братьях Карамазовых». Я не буду говорить особенно о том, что совершенно очевидно, что эти имена восходят к образу чтимого в православии святого Алексея «Человека Божия». Ну и это, конечно, отдельная сложная история, но вот именно обозначением вот этого пути от Алексея Ивановича «Игрока» к Алексею Федоровичу Карамазову «Братьях Карамазовых» я бы и хотела завершить, вот обозначением этого пути, этой перспективы, я бы хотела завершить свое высказывание о «Быгроке» как первом шестом романе великого пятикнижия Федора Михайловича Достоевского. Благодарю за внимание.